Приветствую всех зрителей! Спасибо вам за просмотр этого видео! Сегодня я расскажу о том, как делал перекрытие первого этажа. После перебора нескольких вариантов я остановился на железобетонных плитах. Монолит я не рассматривал, так как при стройке своими руками это сильно дорого выйдет. Аренда палубки, бетононасос, ну короче понятно. Да и по времени очень не быстро. Стоимость деревянного перекрытия вместе со всеми утеплениями на тот момент выходила такой же, как и с ЖБ-плитами. Но трудоемкость тоже очень высока. Плюсом плит я отметил то, что они не будут никогда скрипеть в ней. У плит очень высокая прочность. Утепление перекрытием между этажами мне не требовалось. А вес плит я заранее заложил при расчете фундамента. Более того, размер дома изначально проектировался так, чтобы плиты стандартный релинк перекли на армопоиск глубиной опирания 120 мм. После выбора варианта я начал искать место, где мне можно купить плиты с наименьшей стоимостью. Скажу, что в нашем регионе плиты изготавливают типа ПК и ПБ. Существуют в природе облегченные ПНО, но их у нас не делали, к сожалению. Плиты ПК – это плиты, получаемые традиционным формованием, то есть в опалуку с преднадяженной арматурой заливают бетон. Из плюсов – это наличие крюков, из минусов – более низкое качество поверхности, наличие наплывов всяких. Плиты ПБ получают безопалубочным формованием, как следствие их поверхность более высокого качества. Их могут отрезать в любой, ну или почти любой размер в пределах разумного. Как правило, они немного дешевле плит ПК, но у них нет крючков. Изначально именно это меня от них оттолкнуло, но я нашел производителя, который мне плиты ПБ изготовил с крючками. Именно крючками, а не провалами с арматурой. От заводской доставки мне пришлось отказаться, так как цена была просто космос – 12 тысяч рублей. Я залез на авито и нашел длинномер за 1700 рублей в час, 4 часа минимум. В эти 4 часа я намеревался уложиться. Заранее был найден подъемный кран за 1200 рублей в час. И еще один на всякий случай. С утра часом к 9 я приехал на завод, заплатил за плиты всю сумму, а это 68 227 рублей. Длинномер подъехал точно к назначенному времени и почти сразу нас запустили на погрузку. Время погрузки я заранее обговорил с менеджером. Сама погрузка заняла немного времени. Козловой кран быстро принес все плиты в кузов грузовика. Между плитами в обязательном порядке устанавливались березовые бруски с опиранием на концах плит, чтобы плиты не повредились в процессе транспортировки. Все плиты аккуратно вошли в кузов. Далее я поехал вперед на стройку отдельно, а грузовик отдельно. Я хотел еще немного подготовиться. Как я планировал, к 11 часам водитель позвонил и попросил встретить его. Я отзвонился крановщику и сказал, что через минут 30 надо уже быть. Пока грузовик просто стоял в простое, а я искал кран, ко мне также приехали 15 тонн песка. Я их заказал заранее, специально на это время, чтобы использовать этот песок для раствора, для укладки плит. На низ под песок я постелил старую упаковку от поддонов с газобетоном. Я сделал это для того, чтобы корни растений не прорастали сквозь песок, как у меня было с прошлым моим песком. Так песок будет более чистым и в нем будет меньше корней. Что-то я недооценил 15 тонн, по-моему. Встретив и проводив грузовик на стройку, я снова набрал крановщику. И каково же было мое удивление, когда он сказал, что не приедет, так как потекла гидравлика. Длинномер стоит, 1700 рублей в час капает, а он мне в последний момент такое сообщает. Запасной вариант с краном тоже не сработал, кран оказался занят. Далее последовало 2 часа попыток найти быстро кран, борясь с полу отсутствующим интернетом. В итоге кран нашелся, но видимо из-за срочности цена у него оказалась уже 1700 рублей в час. Но скрипя зубами пришлось согласиться, так как дальнейшие поиски тоже стоили денег, ведь капали деньги за простой. От первоначального желания сгрузить все плиты на землю и отпустить длинномер я отказался, так как работы в 2 раза больше, а время отпущенного грузовика съестся больше работы крана. В итоге монтаж плит велся с кузова. Вообще я понял, что монтаж в одиночку будет очень труден и долг. Поэтому я попросил своего соседа по стройке мне помочь. Он откликнулся на мою просьбу, за что я ему сказочно благодарен. Я правда был рад, что нашел помощь. Мало того, он привез свою бетономешалку, что сильно облегчило весь процесс, так как ведер с раствором надо было намешать немало. Кстати, так как температуры по ночам уже иногда опускались ниже нуля, я купил противоморозную добавку. Итак, для монтажа плит я заранее купил ломик, так как сдвинуть без него плиту даже на сантиметр после опускания не представляю себе как. В местах опирания плит я положил арматуру и сверху у нее уже накладывался раствор. Арматура нужна была для того, чтобы все плиты легли ровно, без ступеней. Без арматуры пришлось буповать только на свой глазомер и твердую руку при укладывании слоя раствора, чистой воды авантюра, а потом дополнительные расходы на выравнивание потолка первого этажа. Попеременно мы спускались вниз для подцепления новой плиты, а кто оставался наверху раскладывал раствор под очередную плиту. Контроль правильности укладки плит проводился с помощью рулетки. После того как все плиты оказались уложены, длинномер я отпустил. Получилось 6,5 часов или 11 050 рублей. Но это все равно дешевле чем заводская доставка, хоть и больше чем я рассчитывал. Кран же мне был еще нужен. Кстати, что касается крана, очень важно соблюдать технику безопасности при работе с ним. Сэкономленная на этом минута может в итоге перекрыть, перечеркнуть всю стройку. Поэтому никогда не стойте под грузом, под плитой. Никогда не стойте близко, когда кран начинает поднимать груз. Отходите подальше при работе крана и поймите, что крановщик может не заметить, он не сможет быстро среагировать. Если плита вас толкнет, то вы можете улететь, а вес у нее очень большой, гораздо больше чем у вас. Поэтому прошу всех быть осторожными на стройке. Когда вы будете цеплять плиты из кузова, очень важно убедиться в том, что все крючки надежно зашли петлей на плитах. И когда кран будет начинать подъем, надо отойти, чтобы не дай бог какой-нибудь крючок, который плохо оказался прикрепленным, ненадежно, чтобы он не выстрелил в вашу сторону, потому что это может очень сильно вас травмировать. Опять же, если так произойдет, то плита может наклониться и пойти в непредсказуемом направлении. Вам это тоже не надо. Также может случиться так, что строп лопнет неожиданно. Такое бывает, есть предел прочности у всего, в том числе и у стропов. Будьте бдительны, ни на минуту не расслабляйтесь. Будьте всегда внимательны и пусть все пройдет хорошо. При укладке плит также очень важно вначале издалека поймать плиту рукой и потом уже медленно сопровождать ее. Желательно, чтобы этим занималось два человека. Так гораздо проще придать плите то положение в пространстве, которое вы хотите. И потом аккуратно и точно уложить ее в проектное положение. Тут главное не торопиться, все время поддерживать контакт с крановщиком. Очень важно выполнять все требования техники безопасности. Если у вас есть каска, лучше ее одеть. Лишняя она не будет и смешно это выглядеть не будет. Все пункты техники безопасности, они написаны чьей-то кровью. И я желаю вам, чтобы у вас, в вашей стройке все прошло без каких-то эксцессов. А там у тебя что, дырка в сторону? Где? Тут? Где? Здесь? А я тут хочу коммуникации вверх трубы все тащить и потом чем-нибудь там закрою? Камин? Не, не камин. Но у меня отсюда пойдет с котла. Здесь пойдет также у меня фановая. Тут все канонизация на второй этаж. Туалет там один, тут второй. То есть тут все. Ну все, через этот короб будет фигачий, короче, на проход. Остатки газобетона, которые у меня оставались на улице, я решил поднять наверх. Это сразу решало кучу проблем. Начиная от вопросов сохранности газобетона зимой и заканчивая отсутствием необходимости поднимать газобетон на второй этаж вручную. После этого кран я тоже со спокойной совестью отпустил, отдав за него 5950 рублей. Для подъема газобетона наверх мы стали использовать мягкие стропы. И это обязательное условие, потому что если бы мы продолжили бы цеплять цепями, то цепи тогда бы газобетон превратили в труху, они бы его поломали. Поэтому только мягкий строп. Подъем газобетона наверх позволил нам с соседом разделить свои обязанности. Я стал наверху отцеплять блоки, а он внизу их отцепляет. И это позволило нам избавиться от необходимости постоянно подниматься на второй этаж. А напомню, лестницы на данный момент абсолютно никакой нету. И каждый подъем это некое акробатическое усилие, которое не так-то просто часто повторять. При подъеме мы соблюдали все те же самые правила безопасности, которые были и для плит. Мы старались не стоять под пачками с газобетонами, понимая, что строп еще менее надежен чем цепи. И если он порвется и поддон начнет падать, то он должен упасть хоть куда только не на живого человека. Подъем блоков велся по одной или по две пачки. Отчего это зависело от того, была ли возможность зацепить сразу две пачки или не было. Потому что газобетон уже стоял разгруженный. И если он разгружался по две пачки и их можно было подцепить, то мы так делали. Если нет, то цепляли по одной. На данном этапе, особенно в дальнем углу дома, коронавщик работал практически вслепую. И ориентировался только на те голосовые команды, которые мы ему говорили. Поэтому тут надо быть очень осторожными и сами о себе заботиться, не надеяться на то, что кто-то лучше что-то видит, что-то знает и лучше сделает. Сразу скажу, что основной ошибкой стало то, что я изначально ставил блоки сильно близко к краю. Мне казалось, что весь газобетон может не влезть и старался экономить место. А потом оказалось, что перемещаться по краю стало почти невозможно. И пришлось перетаскивать блоки уже руками. Но это все потом. А сейчас основная часть приготовления к уходу стройки в зиму оказалась законченной. И я смог немного выдохнуть. О дальнейших мероприятиях по консервации стройки на зиму я расскажу в одном из следующих видео. Или даже в нескольких, как получится. А сейчас я говорю всем до свидания, друзья. До новых встреч на канале. Подписывайтесь и ставьте лайки. Впереди еще много интересного, ведь стройка только началась.